Йоу, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет разбор биток из Аруфит Джабба. Очень, ребят, крутой атмосферный биток в оригинале получился. У меня не получилось его перебить прям один в один. Там в основе лежит прям супер кайфовый такой атмосферный пэт звук. Я не смог подобрать его прям один в один. Возможно, от такого звучания добились лейерингом. Я, ребят, не знаю. Но, тем не менее, у меня получилось тоже, в принципе, неплохо. И, собственно, в скором времени мы узнаем, что у меня получилось. Всем приятного просмотра! Тебе нужен войс-тек для твоих битов? Тогда обращайся к команде Войс-тек-шоп. Они сделают для тебя войс-тек со студеным кэшом записи. По демократичной цене и в быстрый срок выполнения. Любые эффекты на твой вкус, тек с женским, мужским или детским голосом. Сухие дорожки в подарок. Переходи в группу и купи свой войс-тек уже сегодня. Смотрим звуки, которые я подобрал. Первым у нас идет синтезатор Hive. Это пресет из раздела Pet. G-H-About the Fields. Вот так вот он звучит. Неплохой атмосферный звук. Далее у нас идет Toxic Biohazard. Признаюсь честно, подсмотрел в другом разборе. Но, блин, там парень реально классно подобрал этот звук. Респект ему. Это у нас раздел Pets и Analog. Тоже вот так вот он звучит. Тоже очень круто и атмосферно. Мы их залейерим и получится прям такое прикольное атмосферное звучание. Далее у нас идет Electro-X. Здесь у меня бас, который я подкрутил по-своему. И да, можете здесь наблюдать. Это мой будущий, ребят, пак звуков. Когда он выйдет, точно я не знаю. Вот так вот он звучит. Ну, просто такой басочек. И далее последним симптомом у нас идет Purity, Breeze, Bell 2. Bell и Perk раздел. И звучит он вот так вот. Далее у нас идут ударные. Зайтовиновский 808. Клэп, хайхет, треугольник, перкуссия, снейр и вот такой вот Vox. Который тоже присутствует в оригинале. Он там играет совсем тихо, но при этом он круто вписывается. И давайте приступим к написанию. Скейл, ребят, выбираем. Скейл у нас A-Sharp Minor Natural и BPM 126. Пропишем минорный аккорд. Растянем его до двух тактов. И далее пишем аккорд уже на нотке F. Тоже минорный и вот так вот это звучит. И далее добавим еще дополнительных ноток, чтобы ужирнить наши аккордики. G-Sharp, C и F. И опустим на октаву вниз. И во второй половине тоже F, G, Sharp и C. И в Toxic Biohazard мы просто построим обычные аккорды без вот этих вот дополнительных нот. И вот так вот у нас все это звучит без обработок. Закинем все это на микшер, на первый канал. И сюда мы закинем Fruity Multi-Band компрессор. И здесь для атмосферности мы выберем вот такой вот пресет Noisy Neighbors. И вот так вот он звучит. Уже становится атмосферней, но при этом появляются такие неприятные резонансы. Вот эту вот крутилку подниму примерно до 849. То есть тоже можно экспериментировать. Можно вообще сделать какую-то автоматизацию, да? Такую плавающую автоматизацию. И у нас будет эта крутилка вот так вот. Вперед, назад, ездить. И создавать тоже дополнительную атмосферность. Это тоже круто. Экспериментируйте. Следующей обработкой идет параметрик. Отрежем ненужный низ, который у нас будет конфликтовать с басом впоследствии. Нам этого не надо. Мы немножко отрежем низ. Вот примерно такие настройки эквалайзера. Добавил еще чуть верха. Срезал, да, вот, серединки и низов. И у нас получается уже более такое приятное, да, без резонансов звучание. Круто. И при этом атмосферно. И следующим плагином я закину RC20. Здесь добавлю спейса процентов 40 и дисторшена процентов 30. И теперь у нас это звучит вот так вот. Сделаю потише. Классно, классно. Хорошо, атмосферно. Давайте послушаем без обработок. Да? Совсем другой эффект у нас получается. И с обработочками звучит вот так. Кайфово. Так, ненавязчиво, атмосферно, здорово. Басок, ребят, да, пропишем в самую последнюю очередь. Давайте поменяю их местами. Закину сразу на второй канал и пропишу мелодию наших колокольчиков. Писать мы их будем на очень высоких нотках. У нас A sharp 7. Далее уходит в C и в F. Здесь вот нотка C. А sharp и C sharp. Вот. Чуть-чуть. И во вторую половину мы дублируем и вот эту вот нотку меняем как бы на басовую, да? То есть на F. Я особо над прям суперточностью дополнительной мелодии не запаривался. По-моему, в принципе, звучит плюс-минус одинаково. Главное передать суть, я считаю. Вот так вот это звучит. Вполне возможно, что это звучит даже как в оригинале. Я уже не помню. И, собственно, давайте продублируем все. В два раза сделаем длиннее, чтобы потом впоследствии было больше места для работы с ударными. И вот. И также у нас, да, остается басок. С басочком все мега просто. Пишем его по басовым нотам и во второй половине уведем его на октаву вверх. Вот. И, конечно же, надо обработать наши колокольчики. Для их обработки я буду использовать Valhalla Vintage Verb. Откручу Decay и Mix процентов до 50. И также сделаю их гораздо тише. Может быть, даже можно чуть громче. Тут так. Примерно. Ну, вот так вот. Здорово. Звучит классно, атмосферно, как я уже говорил. Переходим к ударке. Расставим clap. И зададим хай-хету вот такой вот ритм. И продублируем его во вторую половину. И вот здесь чуть еще добавим хай-хета. И снова продублируем. Вот. Теперь готово. Да, и также clap. Также у нас имеется треугольник. Сделаем его потише и поставим его вот сюда. Классно, классно. Добавляет такого дополнительного кача. Тоже продублируем его вот сюда. Вот эти вот два звука у нас будут иметь одинаковый ритм, но прописаны они будут в разных местах. Вот этот вот звук в начале, а вот второй, вот этот во второй половине. Вот. И тоже продублируем их. И сделаем их потише. Примерно вот процентов 60 на 57. И у нас остается вот этот вот бокс, который мы сейчас немножко подшаманим. Поставлю его на нотку A-sharp. Вот, собственно, такие настройки я сделал. Это тайм я подтянул до 126 bpm. Вот в левом верхнем углу видно, потому что это bpm нашего проекта. Мул. Так, ориентируйся на 156. Тут тоже можно экспериментировать. То есть чем больше вправо, тем он медленнее звучит. Чем больше влево, тем он быстрее звучит. Так вот. Примерное значение 150 поставил. И сделал его гораздо тише. Да, он звучит не так по тону, как в оригинале, но тоже вроде неплохо. В целом, норм. И у нас остается 808 бас сок. Ставим его на A-sharp 4. Выкручиваем ему velocity на максимум. И закидываем soft clipper на мастер. И, конечно же, бас из Electro X мы пока отключим. И вот такой вот ритм наш 808 имеет. Далее он уходит на нотку F. И вот здесь добавляем еще один дополнительный удар. Дублируем. И вот здесь также у нас будет дополнительный удар. Но на нотку C-sharp высовем и чуть поддвинем. Вот. Теперь. Тоже это, по-моему, не так, как в оригинале. Но в оригинале там тоже басок играет не только на A-sharp и на F. Он уходит иногда на другие нотки. И на мастер все-таки вместо soft clipper закину фаб фильтр Saturn. С дефолтным пресетом выкручу вот эту вот крутилку в ноль. Мне понравился этот прием. Я его использовал в последнем видосе. По совету Федора Space Plug. И далее, чтобы сделать микс громче, закину мультибенд компрессор с пресетом Mastering 2.4 дБ. Отключу лимитер. И 808 сделаю на 2.4 дБ тише. И out можно чуть подкрутить, чтобы басок был покороче. Вот и все, в принципе, ребят. Биток готов. Осталось сделать аранжировку. Вот такая вот, ребят, у меня аранжировка получилась. Я ее делал совсем минимально, опираясь на оригинал. Я считаю, в принципе, что это не столь важно, да, прям в точности повторить аранжировку из оригинала. Ну, если там, конечно, каких-то особо крутых фишек нету, здесь вроде их нету. Разве что я сделал Make Unique Pattern Purity. Вот он у нас. И сделал ему вот такой вот рисунок. В чем отличие, я думаю, видите сами. Сделал как бы вот такой вот ритм. Кто слушал оригинал, да, тот заметил этот момент наверняка. Здесь у нас играет вот так вот. И потом у нас переходит просто в одну нотку. Которая отыгрывает вот такой вот классный ритм. Звучит это на самом деле очень круто. Хороший способ добавить разнообразия. В данном случае это классно. И также сделал хай-хетик чуть потише и добавил вот этих вот звуков. Одних из моих любимых. Это у нас Drop Riser и Crash. Здесь тоже добавил Plug FX. С Crash. При переходе во второй Pattern Purity. В этом моменте просто играет пэт без дополнительной мелодии. Потом вот такая вот небольшая пауза. И тоже врывается дополнительная мелодия. И под конец играет басок. Со вторым паттерном Purity. И конец. Вот собственно и все. Ничего особо сложного. Довольно банальная аранжировка. На этом ребят все. Надеюсь вам понравилась эта работа. Она вас вдохновила. Вы узнали для себя что-то новое. Или вам было просто интересно. Если так, то это круто. Не забывайте ребят ставить лайки. Подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Оставлять комментарии. И делиться этим видео со своими друзьями битмейкерами. Всем заранее спасибо за активность. На этом все. Всем ребят удачи и творческого вдохновения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok